Программа переселения граждан из аварийного жилфонда завершена. Сегодня срок, в который все регионы России должны переселить жильцов, чьи дома признаны ветхими, до 2012 года. В целом по стране только 14 регионов полностью обеспечили новым жильем нуждающихся. В Якутии отставание составило 8%, но, как отметили в правительстве республики, до конца ноября программа будет выполнена в полном объеме. Продолжит Юлия Великодная. Якутск первым завершил программу по переселению из аварийного жилья. 20 обладателей новых квартир по адресу переулок космонавта Германа Титова 2-3 стали завершающими на данном этапе. После того, как семьи получили ключи, по традиции, перерезав красную ленту, новоселы смогли осмотреть свое новое жилье. Мне 55 лет, мужу 60. Вместе мы прожили 30 лет и вот, наконец-то, получили квартиру. Для нас это замечательный праздник. Проблемными по программе переселения остаются Вилюйский район, Ленск, Нерюнгре, Серебряный Бор. За последние месяцы ситуация в Серебряном Боре выровнялась и программа будет завершена в ближайший месяц. Чего нельзя сказать о Вилюйском районе. Здесь сложившуюся ситуацию придется решать с помощью вторичного рынка и компенсации для жильцов. Мы, наверное, должны, прежде всего, людям, которые живут там, показать и в этом плане дать оценку избранного лица о том, что, ну, наверное, в этой части, если он почувствовался, что он не профессионален, нужно было, ну, как Чульман, они передали полномочия Нерюйскому району. Если бы они вовремя не сделали, им не строй не настоял, там ситуация была бы, а Чульман все считался, 100%. Кстати, самый большой объем выплачет, тоже один из больших объемов. На всем протяжении программы новое жилье получили более 27,5 тысяч якутян. Построенное введено более 450 тысяч квадратных метров жилья. Строительство на территории республики ведется без остановок. Еженедельно вводятся новые дома. Будущим новоселам нужно немного терпения, и до конца ноября 2727 якутян получат новое комфортное жилье. У нас республика имеет самый такой большой объем аварийного жилищного фонда, и в программу мы включились с таким очень большим объемом, 491 тысяча квадратных метров. Еще побольше, значит, 500 тысяч квадратных метров это Иркутской области, но хочу сказать, в Иркутской области процент выполнения программы гораздо ниже, чем у нас. Минстрой региона уже начал формировать реестр аварийного жилфонда, признанного таковым после 2012 года. Стоит отметить, что этот объем в два раза больше, чем предусмотренный в программе на 2013-2017 годы. Юлия Великодная, Владимир Павлов, Олег Колесов, Гаврил Дьячков, НВК Саха, Якутск.